Вопрос о сдаче Куртского движения, в общем-то, начался действительно в сентябре 1998 года. По этим соглашениям турецкая армия имела возможность, получала возможность, в случае необходимости вторгаться в территории Сирии и совершать там антитеррористические операции. Правда, срок, время, глубина входа этих армий, этих операций там, в общем-то, указано, но это не важно. Это был, да, точка отсчета начинается отсюда. И сейчас, когда Сергей Лавров, глава внешполитического ведомства России, начинает говорить об этом, надо думать, почему у них политическое ведомство России вдруг вспомнило об этом очень старом соглашении.